Всем большой привет! Я очень рада, что вы заглянули ко мне на канал и в этом видео покажу вторую часть пустых баночек за август. В принципе, в этот раз баночек у меня не очень много. Видео я снимаю заранее, просто не хочу сейчас копить баночки, так как у нас еще продолжается дома ремонт, поэтому не хочется мне их долго копить. И первое, что я покажу, это средство для мытья посуды Прогресс. Здесь литр 300. В принципе, оно у меня закончится где-то через, наверное, 3-4 дня, вот, так как оно такое концентрированное, его можно разводить, вот. Но просто следующее видео о пустых баночках я буду снимать, ну, наверное, дней через 20. И поскольку бутылка вот такая вот громадная, то она просто займет, я не знаю, достаточно приличную часть пакета. Поэтому я решила показать ее сразу. Хорошее средство для мытья посуды, со всеми загрязнениями справляется, пахнет довольно-таки приятно и неярко. Вот, поэтому, в принципе, покупаем уже, наверное, может быть, третий раз. Хватает его, в общем, надолго, вот такое густое. Так что могу рекомендовать. Если что, покупала я его в магазине Еврошоп. Это магазин фиксированной цены. И вот его мы покупали за 59 рублей, но сейчас там уже все 69. Но, в целом, для такого объема это нормальная цена. Также закончилось у меня, почти закончилось, вот, средство для снятия макияжа. Там осталось буквально на один раз. Сегодня уже его закончим. Ну, в общем, вполне такая, знаете, отдушка у этого средства такая средняя. И неплохая, и какая-то супер. Средство отлично смывает макияж. В основном пользуется им мама. Одну бутылочку она мучила очень-очень долго. Говорила, что вроде как какая-то аллергическая реакция. Но вот эта паночка у нее пошла просто на ура. Скорее всего, аллергическая реакция была на что-то другое. Вот, так что, в принципе, она даже говорит, что покупку будет повторять. Следующее, то, что я покажу, это из разряда бытовой химии. И это средство, в принципе, у меня не закончилось. Это средство для мытья стекол и зеркал. Ошановского производства каждый день. Вообще, я люблю товары каждый день. Они, в общем-то, хорошие. Но я это средство купила, попользовалась. В общем-то, ничего плохого нет. Стоит оно какие-то копейки. Но сейчас мы по-любому пользуемся от Фаберлик. И, в общем, оно как-то стоит. И я подумала, что пора бы его выбросить. Потому что была идея взять в Питер на дачу. Но здесь все-таки 500 миллилитров. И это создаст довольно-таки ощутимый вес в чемодане. Помимо, естественно, всех остальных вещей. Поэтому смысла нет такую копеечную вещь тащить с собой. Ну и разно как и хранить ее тоже. Потому что средства бытовой химии, они также покупаем. Иногда что-то покупаем в запас. И всего этого много. Но в целом оно неплохое. Также у меня закончилась вот такая соль для ванны. Это Северная жемчужина. Производитель Санкт-Петербург. Гринлайн. Ну, когда я покупала, меня привлекла вот эта вот ромашка. Я вообще люблю косметику с ромашкой. Ну, здесь, в принципе, запах таких полевых цветов. Ну, здесь, в общем-то, и вот рисунок такой. Соль была розовая. Очень такой приятный натуральный аромат. Ну, и было очень приятно принимать ванну с этой солью. Я ее покупала так же, как и вот это следство для мытья посуды в магазине Еврошоп. И тоже оно мне тогда еще обошлось 59 рублей. Поэтому соль могу рекомендовать. От Фаберлик у меня закончился шлифующий скраб. Малины белой шоколад из серии Бьюти Кафе. Здесь было 150 мл и артикул 18-20. Потрясающий скраб. В принципе, вот как по мне, скрабирующего эффекта было вполне достаточно. А помимо этого еще и огромное удовольствие. Потому что пахло действительно малиной. Выглядел этот скраб как джем. Вот реально, если бы там не написали, что это косметическое средство, вообще от настоящего джема, вообще от варенья не отличить. Там были, вот как малиновые косточки и еще какие-то скрабинки, похожие на сахар. В общем, очень классное средство. Поэтому рекомендую к покупке. Но это огромное просто удовольствие. Также от Фаберлик у меня закончилось молочко для тела Юный Османтус из серии Оранжерея. 100 мл и артикул 85-12. Молочко такого было, ну, стандартно белого цвета. Очень нежный аромат. Такой, знаете, нейтральный аромат. В общем-то, я думаю, что многим подойдет. Я вот всегда говорю, что вот из этой серии Юный Османтус, это, пожалуй, тот аромат, который можно вообще всегда дарить, когда не знаете, какой у человека вкус, что ему нравится. В принципе, вот эта косметика явно не залежится. Потому что просто такой приятный, цветочный, нежный аромат. Ну, а по свойствам, я не знаю, у меня кожа, в принципе, нормальная. Поэтому никаких особенных проблем нет. По идее, ну, как бы, для, например, сухой кожи я бы, наверное, не посоветовала. Потому что здесь есть глицерин. И даже сейчас я посмотрю, он стоит на третьем месте. Вот, а глицерин, если в помещении сухо, то он будет влагу из вашей кожи, как бы, забирать. Поэтому, в принципе, если у вас сухая кожа, я не рекомендую. А если она нормальная или даже жирная, то вполне нормальное средство. По крайней мере, ничего плохого от него я не заметила. И я им пользовалась, когда вот мне хотелось что-то на тело нанести. Но, чтобы все это было такое нежное, неяркое по запаху. Вот, поэтому, наверное, даже, может быть, покупку еще и повторю. Следующее, что у меня закончилось, это гель для душа от ФА. Витамин Е плюс Гуава. Я его использовала не по прямому назначению. И вообще, даже не в уходе за телом. В качестве... Он мне стоял просто банально в туалете. В качестве создателя пены. В общем, гель достаточно, как мы видим, густой. Почему я его использовала подобным образом? Ну, потому что отвратительный аромат. В принципе, я знаю, что гели для душа ФА имеют весьма приятный аромат. Я специально потестила в магазинах. Но вот конкретно этот просто, ну, на мой вкус, безусловно, кому-то, может быть, нравится. Потому что все мы все воспринимаем по-разному. Но, как по мне, это просто жутко химозный аромат. Я не могу сказать, что прям не пахнет Гуавой. Но это пахнет настолько резко и отталкивающе, что даже маленькая капелька, она все равно вот не теряет своей резкости. Вот. Поэтому я не смогла его использовать и как мыло для рук, и как в качестве, там, ванночки для ног. В общем, только в туалете и то, честно говоря, резко пахло. Поэтому конкретно этот аромат, вот на свой вкус, я никому, честно говоря, не советую. Но другие ароматы, вот я в магазинах пробовала, мне понравились. От Фаберлик. Из серии Beauty Cafe. Малина и белый шоколад. У меня закончился гель-крем для душа. 18-22 артикул и 200 мл. Ну, классный аромат. Слегка такой кисловатый. Правда, в этот раз я в запасы купила себе гель, он был более кисловатый по аромату. Но мне, в принципе, и то, и другое нравится. Поэтому в любом случае я довольна. Он был нежно-розового цвета. Ну, сам по себе такой вот прям, ну, очень классно было им пользоваться. Поэтому у меня, по-моему, 2 или 3 сейчас баночки в запасе. И буду продолжать делать запасы. Потому что, мало ли, когда-нибудь из каталога выведут. Хочу, чтобы у меня был этот гель в запасе. Уж очень он мне нравится. Потому что мне нравится аромат малины. Белый шоколад я, в принципе, люблю. Но здесь я, честно говоря, вообще шоколада особенно-то и не ощущаю. Поэтому, в общем, это к лучшему. Также от Фиберлик закончился у меня дезодорант с фитовитаминным комплексом. Они содержат соли, алюминия и спирт. Так, значит, артикул 8153 и 50 мл. Ну, в общем-то, нормальный такой дезодорант. В принципе, стойкий. Сам по себе аромат у него, ну, такой, знаете, обычного дезодоранта. На теле он, ну, наверное, ощущается все-таки. Со своими задачами, в общем-то, справляется. Ну, самый обычный. То есть, ничего в нем такого из ряда вон выходящего нет. Что в магазине продают, что вот в Фиберлик. Ну, разве что вот без соли алюминия написано. Ну, не знаю. Я, в принципе, особенно состав не смотрела. Но сейчас, чтобы время у вас много не занимать, смотрю, вроде бы, вроде бы, да, в составе не попадается. Ну, я его использовала, если честно, только дома. Так как на работе в студии я все-таки предпочитаю, чтобы у меня был дезодорант Адидас, чтобы кожа всегда была сухая. То есть, ну, как бы, если бы мне было нужно, чтобы только от запаха защищала, то, в принципе, этот дезодорант вполне подойдет. Но, чтобы при любом напряжении кожа была идеально сухая, все-таки этот дезодорант с этим не справится. Ну, точнее, в обычных условиях. То есть, я иногда, когда мне не нужно там танцевать и так далее. То есть, я им тоже могла на выход куда-то воспользоваться. Ненормально. Далее покажу тоже от Фиберлик. Парфюм Донна Феличи. Значит, артикул 3109. 50 мл. Ну, это у меня только коробочка. Парфюм сам у меня. Вот, я им начала пользоваться. И думаю, что в пустых баночках вы его еще долго не увидите пока. В общем-то, неплохой аромат. Когда только его брызгаешь, даже немножко, знаете, ну, по моим ощущениям, пахнет настоящим цитрусом. То есть, вот не таким косметическим, как нас приучили, а действительно, вот как если, например, взять апельсин, допустим, и начать его чистить. Причем вот так вот руками. Тогда вот цедра имеет такой, знаете, специфический аромат. Вот. А потом на коже он уже немножко становится таким сладковатым, парфюмированным и уже не совсем цитрусовым. Но в целом мне нравится и под настроение буду пользоваться. Также покажу упаковку из-под зубной щетки Фаберлик с сонами серебра. Ну, почему я ее показываю? Потому что впервые купила эту зубную щетку. Понятное дело, саму зубную щетку в использованном виде уже, понятно, не покажешь. В общем, хорошая щетка. Она, как мне показалось, достаточно мягкая. Ну, и, в общем, пока больше ничего о ней сказать не могу, но она достаточно мягкая. Хотя где-то слышала, люди жаловались, что она жесткая. Ну, не знаю, нам с мамой понравилось. Закончился у меня от Фаберлик бальзам номер 3 с черникой и хинацией 180 мл и 15333 артикул. Впервые я увидела такой бальзамчик у Ланы Светланы. И тоже решила попробовать. Я уже купила и выпила вторую баночку. Мне безумно нравится аромат и безумно нравится вкус. Вот. Ну, в общем, надо сказать, что я его просто пью для своего удовольствия. Мне очень нравится. Что касается непосредственно каких-то лечебных свойств, ну, я думаю, что это просто надо пить курсом. Но я никогда курсом не пила. Вот. Просто когда на него есть хорошая такая цена, распродажа, я с удовольствием беру бутылочку. Далее. Маска для лица, фаберлика, этноботаника, питание и лифтинг. 50+, серия. Ну, эта маска, в основном, вот эта мама открывала. Одну она использовала, а вторую, как-то вот, знаете, в упаковке продукта достаточно много, хватает на 2 раза. Просто 1 раз, ну, это за 1 раз нереально использовать. Ну, и потом положила в холодильник и забыла. Соответственно, уже надо, конечно же, выбрасывать. Лежит месяца, наверное, 2. Вот. Артикул 08, 70, 10 мл. Но, в принципе, неплохие маски. И последнее, что я покажу, это также от Фаберлик, серия этноботаника, маска для ног. Голубой кипарис, лайм, масло карите. 50 мл. И артикул 21, 12. Мне эта маска понравилась. Приятный у него был аромат, у маски аромат. И, главное, она была густая. Я люблю, чтобы маски, крема были густые. Достаточно, все-таки, удобно наносить. Хорошо, как бы, втирать в кожу, например, если это необходимо. Потому что я наношу на ноги вечером и надеваю носочки. Причем, как правило, самые обычные, пока там похожи. И, в общем, так как маску смывать, в общем-то, не надо. Поэтому мне это гораздо удобнее. До этого у меня была маска от Натура Сиберика. Она была очень жидкая. При всем, при том, что я очень люблю косметику Натура Сиберика, я ту маску понять так и не смогла, так как она очень жидкая. В общем, это как какой-то лосьонка, какое-то просто молочко, которое вот просто открываешь, оно выливается из упаковки. А это вот очень густая маска. Так что, я думаю, что может быть, даже буду покупку повторять. Вот такие вот были у меня пустые баночки. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и до встречи в новых видео. Всем пока!